Выбирайте спину в уже привычной для вас позе. Это хорошее упражнение для работы над основными мышцами. Ну что, вы готовы? Повторяйте еще раз. Тогда вставайте в исходное положение, опирайтесь на руки и колени. Подтягивайте живот и считайте до восьми. Соберитесь силами и вперед. Живот втягивается как бы асимметрично. Таким образом, мы воздействуем на разные мышцы. Шея находится в нейтральном положении. Выпрямляем тело в одну линию и подтягиваем живот. Если вам сложно держаться в такой позе, вы можете снова опереться на колени. Итак, 4, 3, 2, 1. Отлично. Опускаем колени и вытягиваемся. Расслабляемся. Поставьте ноги перед собой. Обхватите руками нижнюю часть бедер, ступни на полу. Медленно опускайте спину на пол. Ноги согнуты в коленях. Руки вдоль тела, ладонями вниз. Затем пальцы рук занесите за голову. Приподнимите лопатки от пола. На счет 2 поднимайте головище вверх. А затем на счет 2 опускайте обратно вниз. Сделаем 4 подъема. Следите, чтобы между вашим подбородком и грудной клеткой оставалось расстояние не меньше, чем с кулак. Еще пару подъемов. На подъеме делайте вдох. Готовы сделать 8 подъемов подряд? Поехали. Тяните подбородок вверх. У вас отлично получается. Еще пару раз. Ну что, у вас хватит еще сил на 8 подъемов? Тогда давайте. Старайтесь приподнимать лопатки как можно выше от пола. Еще 4 раза. Не забывайте выдыхать при подъеме. А теперь давайте усложним задачу и будем делать по 3 промежуточных подъема. 8 раз подряд. И вниз. Благодаря этому упражнению вы можете получить красивый плоский живот. Качаем пресс. Еще 4 подъема. Пальцы рук держатся за голову. И, наконец, 2 последних подъема. Отлично, у вас все получается. И снова 8 раз подряд. У вас получится. Расслабьте живот и передохните. Хотите еще сделать 8 подъемов? Попробуйте. 4, 3. Я хочу, чтобы вы задержались в этой позе, считая до 8. У вас все получится. Держитесь. 4, 3, 2. Можете расслабиться. Вытяните ноги и руки. И почувствуйте, как расслабляется ваш живот. А теперь поработаем с нижними мышцами живота. Согните по очереди ноги в колени. Вытяните руки вдоль тела. Из этого положения по очереди подтяните колени на уровень ребер. В то же время вы будете приподнимать бедра от пола на счет 2 и затем осторожно опускать их обратно. Вы подготовились? Мы сделаем 8 таких подъемов. Начали. Приподнимаем ягодицы от пола при помощи ног. Мысленно представьте, как ваш живот становится плоским, особенно низ живота. Продолжаем подъемы. Это движение не так заметно, но если выполнять его правильно, то можно очень скоро увидеть положительные результаты. 4 подъема. Втягивайте ягодицы и живот при подъемах. 2 подъема. Остался 1 подъем. Ну что, вы готовы делать подъемы побыстрее? Поехали. Поднимайте ягодицы от пола и подтягивайте мышцы живота. Вы не успеете оглянуться, как ваш живот станет плоским и красивым. 4 подъема. Еще 2. И еще 1. Давайте ляжем и вытянем все тело. Выпрямите ноги и запрохиньте прямые руки за голову. Почувствуйте, как приходит мышечное расслабление. А теперь давайте займемся боковой частью живота. По очереди согните ноги в коленях. Кончиками пальцев возьмите за голову. Теперь приподнимите лопатки от пола. Левая рука за головой, а правая вытягивается вдоль тела ладонью вниз. На счет 2 начинаете тянуться правой рукой к ступне. Итак, начали. Повторяем это движение 8 раз. В таком положении мы разрабатываем боковые мышцы живота. Еще раз. Между подбородком и грудной клеткой должно оставаться расстояние не меньше, чем с кулак. Еще 4 наклона. Чувствуете, как начинают напрягаться боковые мышцы? Еще 2 наклона с этой стороны. У вас получается. Теперь давайте сделаем 8 наклонов подряд в более быстром темпе. Давайте, у вас получится. Еще 4 наклона. 4 последних. И еще. Выпрямляемся и вытягиваем все тело на полу. Вытягиваем правую руку как можно дальше и чувствуем расслабление всей боковой части тела. В исходное положение. По очереди согните ноги в коленях, руки за голову. Давайте сделаем такие же наклоны с левой стороны. Итак, правая рука остается за головой, левая ложится вдоль тела ладонью вниз. На счет 2 вытягивайтесь левой рукой вниз, пытаясь дотянуться до стоп. Итак, 8 раз подряд. Тянитесь. Разрабатывайте боковые мышцы левой стороны. Это прекрасное упражнение для коррекции линии талии. Еще раз. 4 наклона. У вас отлично получается так держать. Еще 2 наклона. Вы готовы сделать 8 наклонов в более быстром темпе? Поехали. Растягиваем левую часть живота, придаем ей гибкость и силу. Еще 4 раза вы сможете. И последний наклон. Отлично, молодцы. Теперь можете вытянуться всем телом, распрямить ноги и руки. Вытягивайте всю левую сторону как можно.